Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую. Меня зовут Эрсен. Спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова, девочки и мальчики. Стараюсь все читать по мере своей загруженности. Расклад сегодня будет, знаете, на какую тему? Какие перемены принесет месяц-май? Что в вашей жизни кардинально поменяется, а может быть не поменяется? Давайте мы посмотрим сегодня вот такую вот тему. Потом по запросам я помню, что должна сделать расклад, что у него с женой в мае месяце. Я это тоже помню, я это сделаю в самое ближайшее время. Расклад будет на одну позицию, он будет общий. Поэтому смотрите, если сигнификация совпадает, смотрим дальше. Если вы понимаете, что расклад не отзывается и вообще как бы история не про вас, просто выключите данный видеосюжет, он вам не подходит и не спорьте с картами. Что-то у вас здесь небольшая гульсихандра была недавно, выпадает. Давайте посмотрим, кто вы на данный момент времени. Кто вы? Покажите, кто вы. Так, интересно, у вас здесь было разочарование в любви, но вы из него выходите. Вы сейчас гармонизируете себя, не знаю, каким способом гармонизируете. Может быть, какие-то практики, может быть, природа, общение с друзьями. У каждого свой способ гармонизировать себя. Но здесь карты говорят, что вы сейчас после какого-то периода... Понимаете, у вас всё время обнуление какое-то должно было происходить, но оно почему-то задержалось. Вы как-то шли к переменам, шли к переменам, шли к переменам, но перевёрнутая карта говорит о том, что вы то ли задерживались вот эти перемены в вашей жизни, то ли они по каким-то причинам не происходили в вашей жизни. Всё время вы хотели перемен, вы жаждали этих перемен, но они где-то затерялись в пути. Очень длительная. Вы в какой-то период трансформации вошли в свой, а выйти из него не можете. Либо вы выходите, но обнуление идёт не то, что нужно. Понимаете, как-то вот такая вот у вас здесь ситуация. Очень неприятный период, скорее всего, связанный с чувствами у вас здесь был, да, всё-таки, рыцарь кубков. Вот вылилась ваша чашка, да, вот как-то эмоции, вот ваши отношения, ваши чувства. Что-то неприятное здесь было, ранило сердце. Это может быть выяснение отношений, это может быть ссора, это может быть, что вы что-то неприятное узнали о своём партнёре. Ну, такая вот карта, знаете, такая вот немножечко гаденькая, да. По этой карте она, я всегда называю чёрная мамба в колоде Тарова. Да я даже десятка мечей не так страшна, как пятёрка мечей у меня почему-то, вот именно эта карта. Поэтому здесь вот нелицеприятное что-то, да. Вот как покопались в грязном белье, может быть, в ваших отношениях. Или вы что-то узнали, да, вот такая ситуация. Вот, человек мог не брать, если это опять-таки брать чувства, да, всё-таки здесь чувственная сторона вышла. Человек мог вести себя как дурак, да, человек мог вести себя, ну, незрело. Вот он бежит с этой веткой, да, здесь вот, если вот этот идёт такой вот он хороший, да, с перспективами, то этот несётся вон с этой веткой, да, с засохшей, ему и ехало, болело здесь всё на обрыв, ни на чего. То есть здесь такой человек, если мы говорим опять-таки про чувства, да, здесь такой человек, который, ну, ему было, да, вот он нёсся впереди паровоза, ему было всё равно, что вы там будете чувствовать, что вы при этом ощущаете, да. То есть как-то о себе больше забыл, ох, вот он наш красавчик, я-то думаю, кто это у нас здесь, а у нас здесь вон, полотная карта, король кубков, то есть наш здесь красавчик вышел. Причём, посмотрите, да, если посмотреть, он такой очень двойственный, вот он на людях вот такой вот, да, я такой весь красивый, я такой весь эмоции дарю, да, вот если переверём карту, вот сущность его вот такая вот, вот такой вот злобный тролль, да, вот. Поэтому здесь вот, благодаря вот этому человеку, кстати говоря, у вас здесь у кого-то, может быть, и дети от него были, да, или вы хотели детей, вот, такая вот ситуация. Так, это мне показали, да, что у вас было, в каких вы энергиях сейчас. Верховная жрица, верховная жрица, вы здесь получаете какие-то знания, вы здесь действительно можете являться этой верховной жрицей. Хорошо развитой интуиция у вас, относитесь к миру эзотерики, получаете знания. У вас такой, вы человек с двойным дном, я бы сказала, да, вот вы на людях одна или один, а такой внутренний мир свой не всем показываете, скрываетесь. Таких вот вы сейчас в энергиях вскрытых, не готовы себя показывать, заняты семьей. Вот для вас очень высокие семейные ценности, да, здесь человек такой, вот у него могут быть, вы можете соблюдать семейные традиции. Карты семья заняты семьей, может быть, там сейчас поехали к семье, к своей, вот. Ну и вообще, как бы, вот культ семьи для вас очень важен, да, то есть, скорее всего, и вы хотите иметь большую семью, семейный человек, вы стремитесь к стабильности, к стабильным отношениям семейного типа, вот. Здесь вот такая вот ситуация, то есть вы такой вот человек, причем вы очень самодостаточный человек по десятке пентаклей, да, вы твердо стоите на ногах, как бы вас здесь судьба не била, вы все равно встаете, да, вот. Вот вам всегда открываются двери, казалось бы, да, такая ситуация, уже думаешь, ну вот, все, не знаешь, как из нее выпутаться, а вам какие-то двери открываются, да, вот вам как будто бы помогают высшие силы. Кстати, у вас хорошая связь здесь с высшими силами, они вас слышат, они вас слышат, они вам помогают, они вас ведут. Да, у вас сейчас что-то новое, какие-то новые энергии, понимаете, идут в вашу жизнь какие-то новые энергии, перемены, но вы здесь боитесь, вы этих перемен подсознательно почему-то боитесь. Самое, что интересно, здесь они идут, идут хорошие перемены, но вы цепляетесь за прошлое и очень сильно боитесь. Вот посмотрите, в каком вы состоянии, вот ваша душа, вот говорит вам, вот в каком вы состоянии. Поэтому здесь вот вам карты даже дали совет, да, вот, пожалуйста, из этого состояния выходите, очень много надумываете, напридумываете эти страхи, у вас, знаете, как вот снежный ком, они боитесь чего-то нового. Опять-таки, здесь вроде бы двери открыты, иди, не хочу, да, но здесь вот и вы и сами себя, вот эти перемены в вашей жизни, которые не наступают, здесь и вы этих перемен подсознательно боитесь. Вы мне сейчас можете написать в комментариях, что нет, я не боюсь, я иду, но вот внутреннее, понимаете, состояние здесь, немножко вы подзакрываетесь, немножко вы боитесь. То есть одна из причин, почему так долго перемены не наступают, здесь вот это вы сами, да, тормозите этот процесс. Один из, одна из причин, почему, да, так долго затянулась ваша, ваши перемены, это ваша боязнь, ваша закрытость, как-то сами себя, знаете, настраиваете. Вот ничего не будет, все будет плохо, ничего не получится, все мужики козлы, и все, и семьи у меня не будет, то есть как-то вот так, понимаете, здесь прекратите вот это вот делать. Потому что у вас очень сильная энергетика, понимаете, вы сама себе маг. Кстати говоря, одна из причин, почему еще, может быть, у вас здесь задержка в ваших переменах, тоже может быть магическое воздействие. Если вы занимаетесь практикой, могли влезть куда-то не туда. Вот, если вы не занимаетесь практикой, здесь кто-то мог, да, как одна из причин, и опять-таки, да, и одна из причин, уже вторая, которую я вижу, это может быть магическое воздействие. Вот, но опять-таки не у всех расклад общий, да, просто вот карты вы выложились вот таким образом, поэтому я вам говорю, что может быть такое. Вот, поэтому сейчас вы в таких, у вас новые, понимаете, у вас идут знания, у вас идут что-то, вот какой-то новый период в вашей жизни, вы отпускаете какое-то прошлое, но вот здесь подзависли, подзависли немножко. Вот они идут, но вы здесь еще пока вцепились в прошлое. Не хотите его отпускать, может быть, ваше подсознание не хочет, да, боитесь очень, понимаете, здесь вот карта опять луны, звезды, здесь вот боитесь вы. Я хочу, но она перевернута, понимаете, я хочу перемены, я хочу стремиться к чему-то новому, но вот все. Боюсь, переживаю, что ничего не получится, что все мои надежды здесь напрасны будут, да, что вот не добьюсь и ничего, вот здесь сухая почва, ну, что мои какие-то начинания, мои какие-то действия ни к чему не приведут. А зачем тогда мне какие-то телодвижения делать, что ничего не приведут? А сами по себе вы здесь очень такой человек, понимаете. Я не вижу здесь, у вас очень хорошая светлая энергетика. Очень хорошая светлая энергетика, вы сами себе маг, вы сами себе тут хозяин, да, вы человек, который, на дословом, в карман не полезет, вы сами себя гармонизируете, у вас огромный ресурс энергии, любви здесь, понимаете. Вы обладаете и знаниями, и умениями, и можете это в жизнь применять. То есть здесь такой и жнец, и на трубе дудец, как это, забыла, господи, по-русски, не помню пословицу. На игре, на трубе дудец, да, как-то вот так там было. В общем, вы, к чему я так говорю, что вы такой человек, который всё сам может. Вы можете изменить свою жизнь. Но почему-то вот вы сейчас в таких энергиях, да, вот всё, ничего не получается, все мои шансы разбиты, разочарование какое-то. Ну, вот такая вот ситуация, то есть как-то какое-то разочарование сейчас в вашей жизни идёт, и вы не знаете, что здесь делать. Такие какие-то очень печальные, понимаете, энергии сейчас. Может быть, что-то узнали вы, да, сейчас. Может быть, какая-то тоска по прошлому, где здесь имеет место быть. То есть сам по себе человек очень ресурсный, очень позитивный человек. Вы готовы поддержать здесь, очень мудры вы. Ну, вот такая ситуация, что-то вот у вас сейчас с подсознанием. Вот здесь девочки, кто меня смотрит, да, просто вот гармонизируйте внутренний мир. Что-то у вас здесь. Самое, что интересно, во внешнем мире вы совершенно другое позиционируете. Я там классная, я такая вся душа компании, да. А вот внутренний мир у вас здесь прям вот усталость какая-то, неверие какое-то. Вот такие вот энергии, вот такие тяжеловатенькие. Поэтому здесь вот подумайте, да, как вот себя вывести из этого состояния. Так, давайте. Ну, боретесь, да. Вот вы здесь борете сами с собой, с обстоятельствами боретесь, с людьми какими-то. Вы что-то здесь боретесь, да. Видите каких-то соперников. Сами-сами себе соперник. Поэтому, вот, обратите внимание. Так, что у вас произойдет, да, какие кардинальные перемены у вас произойдут в мае месяц? Что изменится? Что изменится? Что изменится? Ваши надежды какие-то, смотрите, правосудие здесь. Ваши надежды, вот вы человек одинокий, вы сами по себе устали от этого одиночества. Вам хочется, чтобы у вас уже отшельник вышел в негатив, да. То есть, если сначала вы сидели, и вам было хорошо, то сейчас вы сами себя как бы немножечко поджираете, подкусываете. И вам уже от этого состояния некомфортно, вам тяжело. Не хочу быть одна. Устала я быть одной. Хочется мне, чтобы вот это вот одиночество по отшельнику, да, ушло. Здесь карты говорят, что здесь оно уйдет. Да, что изменится? Изменится в состоянии ваше. Не вижу здесь мужчину, да, чтобы я сказала, чтобы именно одиночество как с мужчиной, чтобы вы обрели пару. Хотя такой тоже может быть. Здесь карты этого не сказали, да. Здесь просто сказали карты о том, что вот вы уйдете из этого внутреннего состояния одиночества. Все ваши надежды, они осуществятся. У каждого, кто смотрит этот расклад, свои надежды. Может, кому-то и не нужен мужчина, да, я хочу просто вот внутренней какой-то гармонии, хочу вот из этой девятки мечей выйти. Карта говорит о том, что вы здесь выйдете из этого состояния. То есть у вас ваш внутренний мир, ваше состояние одиночества, оно уйдет. Либо посредством там какого-то партнера, который может прийти в вашу жизнь, либо вы сами, да, будете себя чувствовать просто очень хорошо. И состояние хандро и апатии у вас уйдет. У каждого по-разному здесь поиграется, потому что по карте звезда здесь каждый сам как-то вот к чему стремитесь вы, да, то вы и получите в мае месяце. И это и произойдет. То есть здесь перемены именно, во-первых, в вашем внутреннем состоянии. Ваши мечты осуществятся, ваши надежды осуществятся. Опять-таки, здесь очень такая магическая карта. Здесь вы получите, может быть, какие-то знания даже, понимаете, от людей, которых нету сейчас даже в этом мире. Такая информация идет. Для кого это актуально, тот услышит. Кому это не актуально, просто пропустите мимо ушей. Вот, придет ваша карта правосудия, да, то есть все те люди, которые вам гадили, все те люди, вы сами тут себе, да, здесь правосудие. Кстати говоря, здесь может быть сейчас... Да, вы получите какие-то бумаги, документы, какие-то новости по поводу вот этого мужчины. Опять, посмотрите, какого красавчика у нас здесь выходит. Вот, король кубков в минусе. Вот, колька кубков наш. Поэтому здесь вы получите какие-то новости, документы. Если вы с этим человеком разводились, вы с ним разведетесь. Если вы здесь с этим человеком не состояли в браке, то с этим вы получите новости, известия либо от него самого, либо через кого-то. И они будут касаться этого мужчины, да. Но это вам даст завершение какой-то вашей истории с этим мужчиной. Будет завершение, уход. Вот здесь, да, женщина повернулась одним местом и уходит. Вот, поэтому здесь вот, здесь не примирение, да, а завершение будет, уход. Все вот. Мы, потому что вы уже здесь даже сами, если посмотрите на карту, вы здесь смотрите в другую сторону от мужчины. То есть вы от него отвернуты, вы больше не хотите вступать в эти отношения. То есть здесь перемена у вас будет что-то, вот у вас здесь завершится какая-то история. Вполне возможно, что даже кармическая по этой карте, потому что здесь два старших аркана. Один из которых у меня всегда указывает на карму. Ну, поэтому здесь, может быть, какая-то кармическая история с этим мужчиной у вас завершится. И причем этот мужчина у вас, он вас в состоянии отшельников гонял. Вы, может, с ним были и не вместе. Вы, может, давно-давно с ним уже расстались, да. Но вот он вас каким-то образом закрывал. Своей энергией, там, не знаю, своими щупальцами дотянул вашу жизнь. И вот этим человеком, и таким образом закрывал вас. Не могли вы от него отделаться. Думали, там, не знаю, привязывались к нему, там, заходили на его страницу и так далее, тому подобное. Может быть, вообще про него не думали, да, он постоянно здесь возникал. То есть здесь вот эта ситуация, вот этот именно мужчина, он вгонял вас в это состояние. И отсюда это уйдет, да, завершится эта вся история. Перемены будут вот такие вот. И опять-таки получите здесь какие-то бумаги. Кто-то будет получать бумаги, которые дадут вам обнуление. Что-то вы здесь, я говорю, здесь, во-первых, эта ситуация с этим мужчиной обнулится. И кто ждет какие-то бумаги, какие-то казенные дела, здесь они завершатся со знаком плюс к вам. Да, даст вам новые перспективы какие-то. Легко. Вы, может, думали, что ничего не получится, что здесь проигрышное какое-то дело, да. Вот нет, здесь карты говорят, что здесь все хорошо у вас будет. Все хорошо. Так, что у нас еще здесь? Вы выйдете из состояния жертвы здесь. Здесь вы выйдете из состояния жертвы. Тени прошлого вы здесь отпустите. У кого-то здесь действительно переживали, к примеру, вступить в новые отношения, потому что там бывший сделал очень больно. Да, вот какие-то тени прошлого, какие-то скелеты в шкафу вы здесь отпустите. Они больше не будут для вас играть вообще никакой роли. Будете защищаться от этого прошлого, и вы выйдете из состояния жертвы. Здесь вы перестанете, как-то, знаете, тормозить сами себя, быть в подвешенном состоянии. Да, здесь вы выходите, понимаете, вы здесь тройка кубков, вы здесь в люди выходите, вы начинаете радоваться жизни. Ваш эмоциональный фон здесь, вот да, если вы были в состоянии жертвы, вы переходите в тройку кубков. Здесь встреча с друзьями, может быть, пикники какие-то, общение, да, то есть я не вижу, чтобы вы здесь были одна, один, ну, если вы мужчина, да. Здесь именно выход, даже, я бы сказала, как-то из зоны комфорта, из подвешенного состояния, здесь больше как психологически показывают. Изменится ваше психологическое состояние здесь. Что у вас еще здесь на пороге? А здесь у вас какое-то знакомство идет. Вы очень долго ждали этого знакомства, даже прикладывали какие-то усилия, вы, может быть, притягивали, да, человека противоположного пола в свою жизнь. Вам хотелось, но это все вот так долго было, и вообще здесь что-то не получалось. То есть вы ждали, 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 страдали, тут прилагали какие-то усилия, прямо действительно, знаете, здесь не тот человек, который лежал там, к примеру, на диване и говорил, хочу любви, нет. Здесь реально человек какие-то телодвижения делал, у него ничего не получалось. Но вот здесь говорят, что получится у вас, получится, идет какое-то партнерство у вас здесь. Возможно, сначала все начнется по работе, по деньгам, по финансам как-то, да, это возможно у кого-то так. У кого-то, может быть, это действительно будет просто новое знакомство какое-то, вот, а может быть, вы этого человека уже знаете. Но вот у вас идет как развитие, какое-то партнерство с этим человеком. Да, вам тут тяжело-тяжело переживание, но не отходит. Вот здесь карта говорит, а не отходит. Вы как-то возьмете себя в руки по королеве мечей здесь. Я взяла и отрезала это все. Больше ничего не хочу, я смотрю, во все новое, переживать здесь перестаю, тяжесть эту я скидываю. Вот, да, и здесь уже вот из этого состояния, вот из состояния вот такого, да, сейчас уже карта вышла вот такая. То есть вы здесь вот так вот переходите из этого состояния, меняется. И что этот человек принесет в вашу жизнь? Так. Так. Слушайте, а здесь какая-то у вас ситуация такая была. Знаете, как хочу сказать, здесь какой-то мужчина или какой-то ваш партнер вгонял вас в дьявола, в состояние такого. Ему что-то вечно хотелось, хотелось, хотелось. И вот этот вот человек, он как вам поможет выйти из этого состояния, да. Он вам прям поможет выйти из этой десяточки мечей. Будет помогать. Именно здесь мужчина идет. Но если вы мужчина, то сам мужчина здесь, да. Причем самое что интересное, он запустит у вас процесс трансформации. Процесс трансформации со знаком плюс вам, да. Опять-таки с карты смерти здесь она прямая вышла. То есть вы закончите наконец-таки свою трансформацию. То есть вот вы долго-долго в ней были, застряли здесь. И идет новая эра в вашей жизни. Какие-то, я здесь не знаю, какие-то бумаги, документы идут. Я не знаю, с чем это связано у вас. Вы получите какие-то бумаги или документы. И это поможет вам завершить какой-то этап в вашей жизни. Вот. И этот мужчина, он, вот эту десятку мечей вы оставите в прошлом. То есть он запустит, он закончит ваш, он поможет вам выйти в процесс, в вашу трансформацию, в обнуление. Здесь, может быть, знаете, он своим словом, своим делом каким-то, какими-то поступками, он, вот, да, вот, подтолкнет к вас выйти из этого состояния. И он идет для любви, этот человек. Он идет для любви. Да, он к вам с любовью, с чувствами идет. Что-то новое здесь у вас будет. Переход на новый уровень с этим человеком даже может быть. Так, смотрите, у кого здесь мужчина не хотел платить элементы как-то на детей, да, у кого идет, здесь вот он раскошелится. Здесь вот он должен будет заплатить. Здесь мужчина такой жадноватный. Это, опять-таки, не для всех какая-то точечная такая информация. Здесь мужчина не хотел расставаться с деньгами, да, вот, для кого актуально, вот, мужчины, вы ждали от него денег, каких-то поступлений. Ну, он был жадноватый, скуповатый. Вот этот вот мужчина, он даст денег, даст какие-то либо алименты, может быть, либо долг вернет, что-то вот такое. Вот здесь связаны именно мужчины и деньги, финансы. Так вот, если вы ждали от него, здесь то же самое, вы дождетесь. То есть, здесь вот, здесь вот вы, что-то вот у вас будет, получите вы, да, 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 получите вы эти денежки. И, опять-таки, здесь вот, здесь почему-то все идет к тому, что у вас идет, вы вперед двигаетесь, понимаете? Здесь такая вот эта, вперед вы куда-то идете. Куда-то поездка, куда-то вы поедете в место, где вам будет очень хорошо. Это может быть отдых, это может быть места детства, это может быть родной дом, что-то такое, какое-то место вы куда-то поедете. И вам, знаете как, вы отдохнете душой, отдохнете там, не знаю, телом, напитаетесь энергией какой-то, очень хорошо проведете время. А в работе у вас здесь будет какой-то шанс. Вот в работе вы получите какой-то шанс. А у вас до этого вы не могли получить, что-то у вас здесь не срасталось в плане финансов. Вот, здесь у вас срастется, здесь у вас прям как-то срастется ваши надежды на работу, я не знаю, там, на что-то вот такое вот, на продвижение, на... Кто-то искал работу, да, здесь вам помогут, и вы найдете эту работу, ваши мечты здесь осуществятся. Десятка пентаклей идет. Поэтому здесь шанс вам предоставиться, у кого-то найти новую работу, у кого-то поправить свои финансы. Здесь именно то, что вы хотели, да, о чем мечтали. Опять-таки, вот здесь у каждого своя информация. Кто-то хочет найти работу, кто-то тут получить какие-то деньги, да, подняться по карьере. Здесь шанс будет вам. Здесь шанс будет. Единственное, что здесь немножко побороться придется, да, как-то подостаивать свои границы надо будет, да, проявить свою инициативу, да, здесь благодаря вашей инициативе. Ну, здесь будет, здесь будут, да, слушайте, прояснения этой ситуации. Здесь у вас прям будет что-то с финансами у вас. Как-то новый уровень переходите вы с финансами. Да, причем, знаете, как-то так интересно, так вот неожиданно по карте башни прям неожиданно будет у вас. Вы не ожидаете, как все разрешится. У кого-то, может быть, неожиданно примут на работу, позвонят. У кого-то неожиданно просто, знаете, деньги там какие-то придут. Неожиданно предложат какое-то повышение. Здесь, опять-таки, карта башни, но так карта башни здесь скорее как переворот идет, да, она прямая вышла. Прояснение, я говорю, здесь какая-то резкая такая ситуация будет. Если можно, отпишите здесь именно в плане работы. Что-то у вас здесь в плане работы поменяется. И будет замешан какой-то здесь мужчина. Все время мужчина идет. Прямо вот какой-то мужчина. Может быть, это ваш начальник, может быть, я не знаю, там бывший муж. Но здесь вот у вас именно переворот будет. Поэтому вот такие вот очень хорошие перемены в вашей жизни. Вот, я желаю скорейшего их наступления. Пускай у вас все будет хорошо, девочки, мальчики. Всех люблю, всех целую. До новых встреч.